привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про кобру про адекватность новых танков и реворду танц и в целом про стрельбу и так начнем с параметров кобры вышла она у нас совсем недавно можно ее взять за 28 жетона кажется в боевом пропуске какие у нее особенности и почему мы вообще смотрим этот бой сейчас все поймете начнем с динамики очень неплохая динамика это средний танк кто-то считал что это там пт или еще что-либо но это стшка удельная мощность 18 и 4 это неплохая цифра 40 километров максимальная скорость у нашего танка скорость поворота 44 градуса едет и крутится это танк неплохо и очень бодро так набирает скорость обзор не сильно большой 370 броня корпуса и башни во лбу 130 миллиметров а вот борта у нас жиденький у корпуса 30 у башни 80 миллиметров в принципе танк не сказать что особо бронированный теперь поговорим про фишку танка это и конечно же его орудие предварительно пока этот танк еще не появился я говорю что не очень поскольку перезарядка 50 секунд но это в принципе не может быть норм когда у тебя альфа 360 и всего лишь четыре снаряда в барабане и ты перезаряжаешься 50 секунд отталкиваясь от таких цифр конечно это не очень но что мы по итогу видим во первых 10 градусов вниз 13 вверх это ужасно но вниз 10 это хорошо между снарядами перезарядка полторы секунды этого я не учитывал это невероятно быстро для раздачи барабана также у нас альфа фугасом 490 голдовым и пробитие 210 вот вы видите бой на фоне тут принципе заряжены кумулятивы и голдовые фугасы все больше ничего есть еще обычные фугасы там пробить и 120 что тоже немало и альфа еще больше 515 какие минусы у орудия 28 снарядов это мало 13 градусов вверх пушка поднимается это ужасно неудобно точность 038 это так себе но самый огромный наверное минус это сведение 3 и 8 почти 4 секунды это просто ни в какие ворота и вы видите какая стабилизация то есть бой который на фоне вы смотрите стабилизация так себе сведения вообще практически нет и из-за того что всего лишь 28 снарядов на самом деле тяжело взять нужное количество всех снарядов иногда можно было бы пострелять и обычными фугасами с пробитием 120 поскольку там альфа 515 и абсолютно танки без брони страдали бы жестко поскольку в них вылетала бы по 500 каждые полторы секунды это жесть но разница небольшая поскольку фугасы с пробитием 210 имеют альфу 490 это всего лишь на 25 меньше это вообще ни о чем разница настолько мизерная что люди забивают на обычный фугас не голдовый у нас же все в игре миллионеры и миллиардеры серебра навалом ну и берут как вы видите немного кумулей с пробитием 268 с альфой 360 альфа 360 конечно 50 секунд заряжать четыре пульки по 360 это не сильно весело но когда ты зарядишь в принципе четыре снаряда с перезарядкой полторы секунды между снарядами это все равно больно плюс неплохая динамика в принципе поездить по бою по раздавать барабаны можно если бой долгий а он нам нужен долги поскольку перезарядка все равно 50 секунд это супер много чел который играл бой у него оборудование розовая турбина фиолетовый стабилизатор фиолетовая вентиляция доп паек я думаю там перков тоже не ноль и при этом при всем посмотрите насколько ужасная стабилизация и сведения абсолютно отсутствует но о чем я вообще хочу в этом видео поговорить вы посмотрите как он за этот бой вообще не сводился просто от слова совсем ни разу особенно мне нравится замечательный барабан через всю карту в т-10 который там ехала где-то в кустах пытался там какую-то позицию занять и при этом все залетело за бой абсолютно все да такое бывало у меня я видел как по пять снарядов подряд летит в середину даже если не сводишься даже был у меня целый один бой с мастером на из-5 где у меня около там 12 или 13 вертух залетела я нанес урон я бы не сказал бы что там прям в середину летела но в общем и целом залетела в этом же бою сколько залетела вертух очень много поскольку сведения невероятно большое но раз она большой зачем вообще сводиться по идее с такой стабилизации и отвратительным сведением очень много снарядов вообще не должно залетать и попадать но насколько мы видим отвратительно настроенная в целом стрельба в игре выдает нам такие результаты что чел просто стреляет не сводясь с вертухи и все залетает разовое это мероприятие один такой бой на кобрах получается или все время на кобре так летит я не знаю я на ней не играл но вот реплей на вот реплейс нашел принципе это было несложно его найти и смотрю что адекватности ну и и нет вообще в стрельбе когда-то разработчики там хотели пофиксить вертухи фиксели фиксели и вот фиксики наделали 11 лет игре люди ездят с вертухи по 28 снарядов подряд попадают походу не в ту сторону фиксят эти вертухи с одной стороны стараться выцеливать сводиться до конца вроде бы логично но чем дольше играешь в эту игру тем меньше видно в этом логика и смысл такое впечатление складывается что легче просто ездить вертухи стрелять когда-нибудь выпадет тот самый бой когда у любого чела все будет лететь в центр и все просто потому что у всех такое бывает но для этого как минимум нужно хотя бы ездить по карте участвовать во всех событиях в бою нажимать выстрелы во врага как минимум надо не мимо него нажимать не подставляться в эти моменты в перекрестные заезжать правильно оценивать ситуацию по бою все равно это не так уж и легко то есть мы смотрим бой на фоне чел играет на кобре да у него залетают свертухи но в целом а в чем он ошибся в этом бою кроме вот такой вот замечательной стрельбы в игре которая но она такая и есть да в принципе ни в чем но насколько же стрельба все тупор или и тупор или и нашей замечательной игре world of tanks при этом есть танки на которых можно стрелять чуть ли не на ходу там хорошая стабилизация сведения и точность на некоторых пушках это смотрится более-менее логично есть орудия где стабилизация плохая но быстрое сведение понятно сводиться тоже вроде бы логично но бывает вот такое где казалось бы пушка кривая но 28 вертух поспорили бы с тем что это пушка кривая либо же это просто одноразовый такой бой что вы думаете по этому поводу пишите в комментариях очень интересно будет почитать как на ваш взгляд чувствует себя стрельба в игре world of tanks как мне кажется замечательная стрельба прям крутая стрельба чтобы даже не задумываться о том что она вообще в игре есть просто куда-то выстрел возьмешь когда-то залетит даже если не стараться самое смешное что довольно таки часто залетает с вами был арчик сгорать красиво подписывайтесь ставьте лайки пока до новых встреч пока Продолжение следует...